Хотел дать угла, а дал столба Там конусы в полутора метрах от забора Японская техника есть, японская техника Я домой хочу! Всем привет, меня зовут Гурам, а вы смотрите канал ДСЦ Офа Наконец-то пришла весна Еще не совсем тепло, но тем не менее асфальт под моими ногами сухой А это означает, что самое время выкатиться на боевую тренировку На первую боевую тренировку на сухом асфальте На моей новой тренировочной машине Ниссан Лоурель в кузове 33 Кто не знает, что это за машина и откуда она у меня появилась Мы уже сняли серию на канале ДСЦ Оф Можете найти и посмотреть И прежде чем мы приступим к тренировке Я хотел бы сказать, что у нас были кое-какие недочеты по этому автомобилю И я поручил Даниле из TrackReady эти недочеты устранить Посмотрим, как он с этим справился Друзья, всем привет! Меня зовут Данила Рад приветствовать вас в стенах TrackReady В прошлый раз Гурам оставил нам машину на целый ряд доработок И сегодня я вам расскажу и покажу, что с ней будем делать Гурам привык к производительной тормозной системе Первой его просьбой было заменить эту тормозную систему на более интересную Одно из самых крутых решений для машин с РБ платформы Это переход на турбо-тормоза Здесь не просто турбо-тормоза Это тормоза от 32-го ГТР Соответственно, они полностью отреставрированы, перебраны И заняли свое место на передней оси Вот здесь вы видите, насколько новый тормозной диск больше, чем старый Соответственно, рычаг у него будет больше, а помимо этого там будет больше поршней И сами колодки как по составу, так и по размеру будут больше Поэтому машину тормозить будет лучше Плюс ко всему прочему С завода на этой машине и на всех остальных стоят резиновые шланги Когда вы нажимаете педаль, соответственно, резиновый шланг раздувает Эффективность торможения снижается Соответственно, на всем контуре мы установили сюда армированные шланги Гудрич Спасибо ребятам за статюнинг Они оперативно все это дело подготовили И, соответственно, теперь на передней оси у Гурама стоят правильные колодки DC brakes Правильные тормоза 32-го ГТРа и армированные шланги Дальше, друзья, смотрите, мы подобрались к самому интересному гидроручнику Это гидроручник фирмы DK Lab И он спроектирован под цилиндр Вилл Вуд Это готовое решение, красиво по-своему И что радует, это отечественная разработка и отечественное решение Устанавливается он на специальную площадку Которую можно в разных конфигурациях собрать И после этого обварить И закрепить, в принципе, на любой поверхности вашего автомобиля Установка гидроручника подразумевает установку дополнительной пары суппортов Соответственно, установку гидролинии Которая сделана у нас также на армировке от ручника И, соответственно, вам потребуется дополнительное крепление суппортов на кулак Есть вариант доработать ваш кулак проставками Но это решение корявое и оно не встает В общем, там очень много доработок Мы пошли по пути более простому и красивому Мы просто купили грамотные кулаки Max Которые предусматривают установку суппорта с завода И также они рассчитаны под занижение Теперь тормозная система выглядит вот так У нас на одно колесо установлено два суппорта Это от песочной перебраны и покрашенные тормоза 32-го ГТРа Соответственно, здесь на задней оси их две пары Каждый укомплектованный колодками DC-брейкс Каждый теперь висят у нас на армированных шлангах Гудрич Думаю, что эффективность этой тормозной системы Она превосходит мощность этого автомобиля И, соответственно, как и говорят Тюнинг начинает с тормозов Вот здесь этой тормозной системы Теперь хватит точно до установки РБ-26 на 600 сил и тому подобное Короче, она на голову выше машины И сегодня вновь в гостях у команды ДСЦО Мой очень хороший друг, мой наставник, мастер спорта Чемпион России Сергей Борисов Сережа также является многократным победителем гонок на Нюрнбург-ринге Который называется ВЛН Серега, привет! Здарова! Сережа также является сегодня мистером прической Потому что погода сегодня ветреная Но что поделаешь? Самое главное, что Сергей является руководителем гоночной академии Sport & Safety Эта гоночная академия обучает людей, которые любят автоспорт абсолютно всем дисциплинам Картинг, кольцо, дрифт, ралли Дрифт, который как раз нас сегодня и интересует Сережа, каков план? План простой Я буду руководить процессом снаружи, не с тобой С тобой рядом будет ездить наш специальный, обученный и профессиональный человек Это Руслан Судбаев Человек, который сам развился до такой степени До такой степени, что я думаю, если его выпустить на соревнования Он составит добрую конкуренцию нашим профессионалам Даже так? Да Руслан, тогда озвучь, каков план тренировки? Что мы делаем сегодня? Задача минимум Раскатать восьмерочку Научиться работать со всеми органами управления машины Почувствовать ее Правильно пользоваться техникой, чтобы не убить нашу тонкую коробку И задача максимума это ехать в большой сильный конфиг с агрессивной постановкой С хорошими углами и резкими перекладками Очень интересная и, в общем-то, позитивная история нам предстоит Как вы могли уже обратить внимание, на лавре сзади стоят узенькие шины 215-е Специально надетые, чтобы мотору и коробке было легче Но самое главное, не прилететь в бордюр Или, как говорится, как любят говорить дрифтеры Хотел дать угла, а дал столба Чтобы не дать столба, вот эти два прекрасных молодых человека будут мной сегодня руководить К делу, товарищи! Погнали! Погнали! Первая часть тренировки была посвящена базовым элементам дрифта Но мы не будем на них заострять внимание, поскольку с ними я справился достаточно легко Первый элемент, самое простое Питак вокруг конуса С этим у тебя проблем, как я вижу, нету, да? Второй элемент Постановка с помощью ручника И это было для меня чем-то новым Красавчик! Спасибо! Ну и, наконец, третий элемент под названием восьмерка Очень важный элемент, и вот почему В восьмерке сочетаются абсолютно все элементы дрифта То есть у нас есть с тобой разгон, точка постановки, постановка Мы, получается, разгоняемся, разгоняемся, делаем, соответственно, перекладку Элемент дрифта, да? И после перекладки у нас будет так называемый флай То есть мы будем ускоряться в дрифте, мы будем замедляться в дрифте Двух, еще очень важный момент, который в начале пути очень сильно мешает Взгляд То есть дальше смотри Уже давно не секрет То, что наши мысли намного медленнее, чем наши рефлексы И сейчас Гураму говорят очень много знаний, которые он должен воплотить в действие И это очень тяжело, потому что они его останавливают Он вроде бы все понимает, но это очень сильно осложняет процесс исполнения задачи Всем привет! С вами Гурам Дрифтер, мистер Прическа и Руслан Так, начальники, давайте подведем промежуточный итог Что у нас получилось по первой части тренировки и какой у нас дальнейший план действий Слушай, могу сказать то, что было очень неплохо Я ожидал, что будет хуже, потому что у нас сегодня серьезная задача Попробовать все-таки навалить боком в каких-то узких местах Где велика вероятность каких-то неприятных происшествий Поэтому мы должны быть уверены в твоих руках, так сказать, и ногах Задачу максимум мы выполнили на этих упражнениях Сейчас у нас все круто, мы передвигаемся к следующему заданию У нас будет с тобой большой разгон под отсечку Максимально быстрая постановка Морды сюда, на нас Сделать перекладку, поймать заднюю часть автомобиля Этот клипинг, тот клипинг, то есть продолжаем в дугу И я тебе поставил ворота там И надо выбрать тебе самому перекладку таким образом Чтобы ты туда грамотно выйти ворота боком проехал под 90 градусов У меня вопрос, там конусы в полутора метрах от забора То есть мы немножко повышаем ставки, я так понимаю Немножечко, да, там если ты правильно зайдешься, будет достаточно питом А если нет, то будет классный контент Появился такой, знаешь, боевой жим-жим небольшой Хотя это всего лишь конусы, это даже не это Не бордюр, не стол Попробую теперь больше работать газом, меньше рулем Ай, красавчик, замес! Блин, очень круто Классно Слушай, вот это прям Мне нравится, что каждый проезд следующий Ты прям просишь то, что я говорю Ты объясняешь просто русским языком? Нет, нормально Вообще, курсы водительского мастерства и улучшения ваших навыков езды за рулем Очень важная часть безопасности Безопасности вашей личной и безопасности вашего транспорта Но это еще не все Ваш транспорт должен быть надежно застрахован Как это сделать? Обратиться к нашим партнерам Онлайн-платформе персональных страховых сервисов Маффин У них вы можете оформить страховку как ОСАГО, так и КАСКО Кстати, каждому клиенту, который оформит у наших партнеров Онлайн-платформы Маффин страхование КАСКО Будут доступны бесплатные и очень важные и очень нужные опции Это круглосуточно доступный аварийный комиссар Круглосуточно доступный эвакуатор Направление на ремонт к официальному дилеру за 30 минут И направление на ремонт до 100 тысяч рублей без предоставления справок Но и это еще не все До конца мая 2020 года, используя промокод ГУРАМ Вы получите скидку 10% Пользуйтесь, страхуйте ваш автомобиль Учитесь правильно ездить и будьте в безопасности А мы поехали дрифтить дальше Ну, японская техника есть японская техника Японская техника в грузинских руках Это вообще такой, это какой-то ядерный набор суши Поэтому у нас немножечко, немножечко ушла охлаждающая жидкость в расширительный бачок Это нормально, это будни любого владельца японского мотора Это ничего нового абсолютно Это вам не Порш Можно продолжать? Можно продолжать Ну и главное Конфигурация То, к чему мы шли весь этот день То, для чего мы отрабатывали все эти приемы В частности, разгоняемся на второй передаче Постановка с помощью использования ручника Затем перекладка в левую сторону вокруг конуса Практически на 180 градусов Затем удержание автомобиля в постоянном дрифте Перекладываясь слева направо и справа налево И финальный элемент Замедлить автомобиль Сделать 180 градусный разворот Не останавливаясь И выйти на финишную прямую И все это с учетом того, что там достаточно узко А геометрия покрытия то влево, то вправо Стаскивает автомобиль Посмотрим, как я с этим справлюсь С другой стороны, если, конечно, произойдет что-то не по плану И Лаурель окажется в Канаве Это будет прекрасный контент для вас Блин, Рус, страшно Честно тебе скажу, вот сейчас страшно, понимаешь? Мне прям, ну мне надо собраться смелостью дернуть ручник А главное, если я подлечу и не дерну, будет еще хуже Гуран, давай за ней там собирайся Надо наяривать Меньше мыслей, больше кайфа Голова перегружена И ты чем дальше хочешь идти за результатом Тем больше тебя загружаешь Кайфуй Субтитры сделал DimaTorzok После большого количества попыток После разворотов После вылетов за пределы трассы К счастью, которые не закончились чем-то страшным У меня получилось проехать всю конфигурацию И тут мы с Русиком решились на небольшую зарубу Мне предоставили 5 попыток Чтобы я проехал максимально круто эту конфигурацию Вот мой лучший заезд После этого Руслан сел за руль своей Toyota И у него была всего лишь одна попытка Показать максимум на этой конфигурации И вот что из этого получилось В целом и так понятно, кто круче проехал Однако же давайте приведем конкретику В дрэге все оценивается в секундах Что касается дрифта В нем все оценивается в баллах И если оценивать мой заезд Это было на 70 с небольшим баллов Из 100 возможных Что же касается заезда Руслана То здесь мы увидим уверенные 90 плюс баллов Почему? Потому что круче углы Меньше коррекции И конечно же больше дыма А что за генератор дыма и эмоций У Руслана Прямо сейчас и узнаем Хочу вас познакомить с этим автомобилем Это наш дрифткар Нашей академии На котором мы учим нашим учеников Он доступен в аренду И Руслан собирал его своими руками полностью И сейчас он расскажет о нем О своем детище Ну что? Стоковый GZ Который надули немножечко буста Первый GZ Первый GZ ВВТА Сток по железу Турбина G30 660 Соответственно все обеспечение Топливо, охлаждение Охлаждение масла, гура Всего чего только возможно Топливо Все Подготовили машину Работали с подвеской пару лет Наработали свои кастомные какие-то решения И теперь это едет очень-очень хорошо 154-я коробка 154-я коробка, да Стоковая Перебранная Просто очень живая Вот буквально недавно перебрали И двухдисковая LRT Новая Рестайлинговая Сцепление Соответственно, ребят Чтобы вы понимали Этот автомобиль Буквально руками вот этого человека Мастера С золотыми руками Собран Его же руками настроен То есть он сам настраивал мозги И получился вот этот вот монстрик На что он сейчас способен Проверим Давай, я на пассажирской Ты за руль И давай прокати меня в боевом режиме Силь, братан! Просто фига вообще! Чувак, что ты творишь вообще? А? Да ладно! Ответи, гърпин! Как ты это делаешь вообще, чувак? Вот это просто космос сейчас был Я домой хочу! В смысле я б***ься! Тебе понравилось? Это пи***ь, чувак, он что творит вообще? Да, он может У меня это даже подпотряхивает Поэтому он тебя и тренирует Ему полностью можно доверять Он знает, что делает Машинка едет? Да, б***ь, русик едет Самое главное Тут знаешь, тут как бы техника вторичная Тут пилот решает Ну что, боевая тренировка подошла к концу И несмотря на тот факт, что мои руки растут пока еще Не из плеч, а из пятой точки Машина выдержала Деревья не пострадали Бордюры не пострадали Отбойники не пострадали Знаете, что пострадало? Шины И слава богу, потому что это абсолютно нормально Сказать я хочу следующее Вот этот молодой человек Руслан Настоящий гоночный демон Я ездил с разными топовыми дрифтерами в машинах Но честно, то, что я испытал с тобой в тачке Звучит немножко странно В общем, это было дико ярко Дико профессионально Человек управляет каждым миллиметром своего автомобиля Сергей со своей стороны руководил процессом сверху В те моменты, когда я просаживался где-то морально Где-то начинал немножко нервничать и так далее Он подходил, взбадривал меня Причем взбадривал иной раз так Что мы даже не все моменты смогли вставить Это не обязательно вставлять Но тем не менее Что нужно сказать Какой нужно подвести итог С моей стороны как минимум Что Академия Спорт и Сейфти Даже из такого криворукого человека, как я Может сделать что-то такое, что может управлять автомобилем в заносе Спасибо огромное Это был очень крутой экспириенс Спасибо тебе Но, собственно, нельзя без ложки дегтя И начнем мы, наверное, с самого неприятного То есть плохие моменты, которые были То есть то, что тебе реально мешало Ты сам себе мешал Это, конечно же, очень много мыслей в голове Тяжелая голова Это то, что тебя останавливало Останавливало твой прогресс Останавливало тебя от правильной езды на рефлексах Потому что они у тебя есть Ты много тестируешь машин Ты много ездишь И уже какие-то навыки есть Их надо отпускать Заметь, когда ты устал в конце И уже реально не справлялся со своими мыслями Оно пошло само И ты завершил эту конфигурацию Просто потому что дал волю своим рефлексам Ну смотри Да, три момента Первый момент Тебе надо всегда смотреть наперед И не утыкаться в какой-то конус Или в какой-то четкий ориентир Второе Быть с нею нежной Излишне резкие движения нам не нужны Соответственно, ты стал нежным И ты проехал в итоге конфу И последнее Не останавливайся на полпути Ты начал, заходишь Я вижу, что получится Я вижу, что машина может проехать туда А тебе показалось, что ты не проедешь Не останавливайся и пробуй до конца Не надо распрямляться И заканчивать так непонятно свой проезд И знаешь, то, чему некоторые люди учатся месяцами А кто-то даже может и год ковырять что-то Ты сделал сегодня это за один день Каждый проезд Каждый был с диким прогрессом И с полуслова человек меня понимает И просто делает невероятные шаги Вперед, вперед, вперед Ты в итоге просто, блин, дергаешь ручник Едешь газ в пол везде И в итоге собрал всю эту конфигурацию Проехал бодро Рядом с бордюрами, с выездами По линейке прям все Честно говоря, мы с Русланом Не ожидали, что ты дойдешь до туда Я сам не ожидал Слушай, я боялся Первые три раза я ручник дернуть боялся Но, несмотря на все сказанное Я еще раз хочу выразить Огромное почтение и уважение Поскольку одно дело владеть Каким-либо искусством, ремеслом И совершенно другое дело Уметь это ремесло преподавать Уметь знания передавать Это отдельное искусство И ребята из Sport & Safety Этим искусством обладают и владеют И низкий поклон Всем рекомендую обратиться Потому что каждому есть чему научиться И нет предела совершенству Ну а теперь Уже можно с вами попрощаться С вами была команда DSCO Сергей Борисов Руслан, о, великий мастер Я именно так тебя буду увеличать теперь Команда Sport & Safety Наш секретный полигон И до новых встреч Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Оууууууу